всем привет сегодня хочу рассказать о беженцах ближнего востока в германии тем более что меня уже не один раз спрашивали расскажи о беженцах как они сегодня живут в германии начну с того что расскажу сначала что они себе представляют кто это кто такие беженцы с ближнего востока по статистике только 15 процентов беженцев которые приехали в германию люди которые действительно и бежали от войны которые приехали в германию своими семьями с детьми которые действительно хотят лучшей жизни для своих семей остальные 85 процентов это мужское население с сирии из ливии ирака афганистана мужское население от 17 до 30 лет и как же они сюда попали то поражает тот факт как германия принимала их сюда в германии вот представьте если вы гражданин какой-то любой страны украины белоруссии или россии неважно смогли бы вы приехать в германию вообще без документов нет конечно это исключено этих беженцев германия принимала абсолютно без всяких документов подавляющее большинство большинство что они делали они перед границей рвали свои паспорта сжигали и германия на границе их регистрировала принимала оформляла и расселяла по хаймам и под эту волну в германию въехала столько всякого сброда столько уголовников террористов и сегодня ужас что творится в больших городах германии эти люди занимаются воровством грабежами насилием сегодня в германии ну чтобы вы имели представление как сегодня беженцы живут в германии я расскажу вам пару случаев это случай которые недавно произошли в соседнем городе в одном продуктовом магазине одну женщину молодую окружила группа беженцев и активно начали щупать работник магазина это увидел пытался за нее защищить защититься но они на него никак не реагировали вели себя агрессивно что-то там по-английски по арабски кричали мол что вы нам можете сделать что может ваша полиция сделать но он вызвал полицию полиция приехала и арестовал везла и что вы думаете даже меньше чем через полчаса эти люди уже были на свободе полиция просто их высадила на соседней улице отпустила и пока женщина разгружала продукты из тачки в машину эти беженцы вернулись к магазину и подошли к этой женщину и на английском там на английском языке им там что и что-то там кричали мол что видишь что нам твоя полиция мы здесь что хотим то и будем делать второй случай тоже не так давно произошел это было вот недалеко от нас соседнем городе один молодой парень он вечером пришел с работы домой а жил он один и видит у него квартира открыта когда зашел квартиру увидел несколько беженцев сидели у него на кухне и пировали один вышел с ванной в его халате и на него даже практически никак не реагировали он пытался у них узнать мол что вы так кто вы такие что здесь делаете они ему на английском пытались объяснить вот ты кушаешь каждый день и мы кушать хотим и продолжали сидеть и пировать у него но он вышел с квартиры позвонил в полицию говорит так и так пришел с работы домой моя квартира взломана там хозяйничают какие-то люди арабской внешности ну и дежурный полицейский ему говорят ну вы попытайтесь с ними поговорить выяснить что они хотят он говорит почему я должен с ними разговаривать они взломали мою квартиру я вам весь объясняю и они по-немецки не понимают на каком языке я должен должен это объяснять дежурный полицейский ему говорят но вы знаете сегодня многие беженцы которые приехали с ближнего востока они говорят по-английски он говорит я не говорю по-английски я что должен теперь из-за них английский учить но это дежурный полицейский опять дают но может им попробуйте денег дать и они уйдут и тогда он взбесился вообще да вы понимаете о чем я вам говорю они взломали мою квартиру почему я им должен давать деньги и говорит я вас предупредил сейчас я делаю пару звонков через 10 минут здесь у меня будет 20 человек мы сами разберемся и только в этом случае полиция говорит все все успокойтесь наряд выезжает приехали арестовали этих беженцев и что вы думаете на следующий день эти люди были опять на свободе иногда возникает такое ощущение что полиция против них против них бессильно но на самом деле это не так полиция в германии работает очень хорошо и сами полицейские говорят мы все понимаем нам самим это не нравится но мы ничего сделать не можем у нас законы такие мы арестовываем и регистрируем и вынуждены их отпускать беженцы видя такое отношение к себе чувствуя такую безнаказанность они творят этот беспредел каждый раз снова и снова и снова предлагаю послушать еще запись телефонных разговоров то что люди говорят о беженцах девчата хочу вам рассказать что у нас в боне творится безонос в танненбуши в пятницу никинг арбайц коллега поехал в 11 часов дня домой с работы как говорится вот после обеда часть к в 4 звонит его жена на работу и говорит мой муж еще на работе ли где он они ему говорят они говорят как на работе он уже в один часов как уехал с работы теперь сегодня в понедельник выяснилось оказывается он ехал с работы в танненбуши ему под машину бросился какой-то сирия или не знает вот он остановился вышел с машины вроде бы как ну посмотреть что и как в это время в его машину четыре мужика залезли ему нож горло и поехали с ним шпаркасу он должен был все деньги снять какие он смог в автомате сколько там снимаются вот и 9 часов они его где-то держали так что девчата смотрите скажите своим всем кто на машине ездит если такое что-то случится не этот или езжать дальше или с машины не вылазить сразу звонить и полицаям да это не шутка мы с андреем сомлет с тобой хэмфрай так ехали на работу и возле кауфлянда мы даже не ожидали андрея сажина вильнул так мужик стоял палец знаешь он прям как на машину вот так вот мы аж напугались но мы не предали этому значение поехали дальше ну посмеялись вот а сегодня наташа дали рассказывать что из реаль шули под лаз под ланцевтом который находится на учительницу было нападение он прям на капот и машину запрыгнул вот и уже это было как темновато она двери не открыла и не остановилась потихоньку поехала и позвонила полицаями они сказали of кэн файл что им бляем а в кэн файл тю афмаху детей выкрадывают и короче машину обкрадывает и тебя могут еще ну как уже случаи были что избивание носить ну как насилует избивает вот и все это делается либо ранним утром либо поздним вечером ну когда темно и этот полицаи никакого варминга еще не дают потому что боятся паники и главное что когда двери открывают то там появляется не один человек а толпа и их невозможно поймать потому что каждый раз разные банды они как бы ауф китальт так что по-моему этим все сказано и эти случаи можно приводить бесконечно такое происходит каждый день но об этом не говорят по телевидению об этом не пишут в газетах власти пытаются все что касается беженцев пытаются умолчать любыми способами чтобы не вызвать еще большую волну возмущения среди людей но люди не слепые люди все видят и люди очень недовольны тем что сегодня творится если в маленьких городах это еще не так сильно заметно а вот в больших городах это ужас что творится люди боятся уже вечером выйти на улицу потому что есть большие шансы что тебя ограбят сколько случаев уже было когда дети идут в школу утром их останавливают беженцы угрожая ножом забирают телефон и деньги но и все таки отвечая на вопрос как же сегодня живут беженцы с ближнего востока в германии вот именно так они сегодня и живут они никаким образом не пытаются интегрироваться они никаким образом не пытаются найти работу они уже три года как здесь в германии я еще не слышал чтобы кто-то из них работал они никаким образом не хотят жить по законам страны которая их приютила я все понимаю людям надо помогать но раз ты сюда приехал в чужую страну будь добр веди себя достойно веди себя прилично и к тебе будут люди относиться нормально а что творят сегодня беженцы они плевать хотели на все законы они живут по своим законам в хаймах где они живут они никого не стесняются люди которые у них по долгу работы помогают им там в хаймах они видят что у них открыто висят в комнатах игиловские флаги ну вот с этим я вот сегодня и хотел с вами поделиться пишите в своих комментариях что вы думаете о беженцах в германии как в ваших районах как беженцы себя ведут на этом я буду заканчивать всем удачи пока 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 пока